Место свалки, что спровоцировало антимусорные протесты в Архангельской области. 31 мая 2019-14-12. Мария Шер. Митинги против строительства мусорных полигонов в Поморье привели к тому, что региональную, в общем-то, историю пришлось комментировать президенту. Конфликт длился почти год. Стройку приостановили, но столкновения активистов со строителями продолжаются. Судьба проекта пока туманна. Как живет русский север и что мешало местным властям не допустить конфликта, пыталась понять спецкор РТИ. Строительство крупнейшего в стране мусорного полигона в Архангельской области, куда собирались свозить московские отходы, приостановлено. Решение было принято после заявления Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта. Журналист из Волокда Анна Кананова рассказала президенту о ситуации с протестом людей против полигонов. С одной стороны, нам надо заниматься утилизацией. У нас десятилетиями скапливались эти полигоны, на которые никто никогда не обращал внимания. Мы должны этим заняться. Но мусороперерабатывающие заводы многие строить не хотят, мусорожигательные заводы не хотят, свалки не хотят, увозить не хотят. А чего мы хотим, зарастать мусором? Тоже нет, сказал президент. По мнению Путина, мусорный вопрос нужно решать таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут. Президент уточнил, что вывоз мусора в Архангельскую область из Москвы – временное решение, до того как будут построены заводы по утилизации отходов. Но даже промежуточные шаги должны делаться с учетом интересов людей. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Собяниным. Они не могут решать это келейно. Я вообще не очень понимаю, зачем создавать опять полигон в непосредственной близости от населенных пунктов, заключил Владимир Путин. Протест против свалки Шенс, Урдома, река Сиха, Северодвинск, горячие точки антимусорных протестов находятся в разных частях Архангельской области. Еще на подлете к Архангельску попучики спрашивают нас, не прошусь ли едем делать репортаж. Митинги и задержания, грядущая экологическая катастрофа, об этом здесь говорят на каждом углу. Публикации о том, что строительство приостановят, успокаивают не всех. Прямого диалога с протестующими у областной администрации нет, как нет и четкого информирования хотя бы о том, что и где будут строить. То обещают заводы по японской технологии, то потом заявляют, что это будут именно полигоны для захоронения мусора, то говорят о его переработке, то о сжигании. В результате многие люди верят в наиболее негативные версии. Последней каплей стали слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Он заявил, что протестует всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак. После этих слов губернатора к лозунгу «Власть нас не слышит» добавилось еще и «Страшная власть нас не уважает». Город кораблей и моряков. До недавнего времени закрытый и военный Северодвинск воспринимался как весьма благополучный город. После Ветхого, местами даже распадающегося Архангельска он производит впечатление мрачного, но основательного. Город корабелов и моряков. Все свои 80 лет Северодвинск держится на двух крупнейших предприятиях «Гособоронзаказа» – судостроительном «Севмаше» и судоремонтной «Звездочке». Это город очень консервативных вкусов и нравов. Здесь могут не пустить в ресторан в неподобающей одежде. Аншлаг собирает Евгений Гришковец, а вовсе не Ольга Бузова, как в том же Архангельске. Сюда, в река Сиху, мусор из Москвы везти не планировалось. Новый полигон должен был заменить старый, который подлежит закрытию. И предназначен он именно для архангельского мусора. Действующая свалка находится на окружном шоссе. Мусор там начали складировать в конце 1950-х. Там уже более 8,5 миллиона тонн отходов. А рассчитан полигон на 10,5 миллиона. Но это не значит, что наполняться он будет такими же темпами. Весь объем мусора фиксируется. В частности, за 2017 год на полигон было завезено 144 тысячи тонн. По самым благоприятным прогнозам специалистов ООО «Спецавтохозяйство», компания сегодня обслуживает полигон. Действующей свалки хватит максимум лет на 15. Потом ее в любом случае придется закрывать. Поэтому вопрос с мусором нужно решать уже сейчас, чтобы успеть построить и запустить в работу новый полигон и получить средства на рекультивацию старой свалки. А это немалые суммы. Новый полигон, или переход на утилизацию мусора, в этой части региона необходим. Это признают и независимые экологи. При существующем объеме захоронения отходов, по расчетам, свалки в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске могут работать до 2025. В 2014 году, объяснила А.Т. Людмила Шошина, директор Архангельской некоммерческой организации «Экологический консалтинговый центр». Наша область – уникальный регион, значительную часть которого занимают заповедники и национальные парки. Есть территории, включенные в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. Соответственно, при утверждении территориальной схемы обращения с отходами в нашем случае во главу угла должна ставиться вместе с экономикой безопасность человеческих жизней и среды обитания. Рядом с этой станцией, в пределах 5 километров, расположены крупнейшие садоводачные товарищества. Почти каждый десятый из 190 тысяч. Население Северодвинска имеет здесь дачу. «Я организовал самые крупные митинги», – признается Петр Васильев, глава местного союза садоводов и председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Пеньки». «Хотя я всегда говорил, что категорически против митингов. В нашей истории протесты ни к чему положительному, на мой взгляд, не приводили. Для местных дача – это буквально святыня. Отдушина. Климат в поморе суровый, долгая и темная зима, короткое холодное лето. Местные стараются провести его на природе. И желательно не рядом с полигоном ДБО, пусть даже построенным по современным технологиям в соответствии со всеми санитарными нормами. Вскоре поползли слухи, что сюда начнут свозить мусор из Москвы, хотя, повторимся, это не так. Это еще больше всех взбудорожило, вспоминает Петр Васильев. К митингам стали подключаться и бюджетники, те самые полгородоработников оборонных предприятий и военных. Рядом с самой рекосихой находится воинская часть. Военные, как понимаете, были настроены резко против помойки под своими стенами, говорит Петр Васильев. Представьте, что вам на голову свалили мусор, причем не ваш. Любой бы город восстал, не важно, военный или нет, считает местный житель Алексей, морской офицер запаса, урожденный севастополец и активный сторонник русской весны. Родное болото. Причина, по которой местные боятся экологической катастрофы, Северодвинск и окрестные поселки, включая дачи, стоят на болотах. Смотрите, уровень воды в колодце на уровне земли практически, показывает Виктор Анатольевич, дачник из СНТ Беломор, что рядом с рекой Сихой. У соседа дом построен на нескольких 400-литровых бочках с гравием. Они полностью ушли в болото, теперь постепенно уходит и фундамент дома. По словам дачника, за 30 лет он утрамбовал в зыбкую почву больше десятка камазов песка и щебня. Не помогло. Что-то вырастить на огороде или в саду в таких условиях стоит нечеловеческих усилий. Но дачники не сдаются. Доходит до совсем уж шокирующих вещей, по весне на кладбище может прийти медведь и раскопать свежие могилы. Водянистая почва очень податливая. Весной и осенью кладбище буквально затапливает. Железнодорожная станция – единственный островок жизни в бывшем рабочем поселке Шиес. Сам поселок обезлюдил еще в 90-х. Как и почти все станции, поселки и лесопункты в этих краях, Шиес строили заключенные ГУЛАГа и ссыльные переселенцы. Ближайший населенный пункт – поселок Урдома, 4000 жителей, в 34 километрах отсюда. Глухая тайга на юго-востоке и Архангельской области, практически на границе с Коми. Не обжитые пространства, но при этом есть железнодорожное сообщение. С точки зрения тех, кто проектировал полигон, все идеально. И возить отходы из Москвы не очень далеко, по российским меркам, расстояние составляет чуть более 1200 километров. Вообще, раньше московский мусор в другие регионы, дальше Московской области, не отправляли, так что нынешний проект – это внедрение новой практики. Формально, повторимся, в Шиесе никто не живет. Именно поэтому для полигона и выбрали это место. Но 32 километра по местным меркам – ничто. В итоге запылала соседняя урдома. Проект проходил общественные слушания, в его поддержку публиковались статьи в государственных СМИ. Слушание было задумано провести в урдоме в конце января 2019 года. Но вместо работы с местными лидерами общественного мнения, чиновники почему-то привезли людей из Цыктывкара, Котласа и Микони. При этом урдомчане о слушаниях узнали вообще случайно. Активист движения «Чистая урдома», местный экс-депутат Николай Викторов проходил мимо Дома культуры и увидел автобусы с приезжими. Через соцсети урдомчане объявили сбор и пришли к зданию. Активистам удалось прорваться в фойе, но дальше они увидели закрытые двери. Местные власти в ответ обвинили жителей в провокации чуть ли не в Майдане местного разлива. «Мы словно проснулись, политикой впервые стали интересоваться законами. Раньше, бывало, даже не знали, кто у нас депутат, кто губернатор. Паспорт с собой никогда не носили, зачем? А теперь у нас все активисты в правовом смысле очень подкованные», — говорит Николай Викторов. С информированием у местных властей тоже провал. Судя по презентации проекта, в Шиесе до недавнего времени строили именно полигон для ДБО. Чуть позже жители стали уверять, что это будет не полигон, а инновационный мусороперерабатывающий завод. Но, до яхав достройплощадки, активисты убедились, что никакой завод там не предполагается. Кстати, важная деталь — техническая документация по проекту не опубликована. Что это будет за объект, четко сказать никто не может. Окончательной проектной документации нет. Если посмотреть различную информацию от тех или иных официальных структур той же Архангельской области, можно разные выводы сделать. Например, что там вообще деревоперерабатывающие производства планировалось строить. По крайней мере, в августе прошлого года нечто подобное сообщалось. Так что, отталкиваясь от официальных заявлений, сложно сделать какой-то вывод. Предполагаем, что все-таки планируется строительство полигона, и довольно крупного, по некоторым документам. Хотя цифры по объемам мусора там тоже везде разные. Из тех документов, которые я видел, делаю вывод, что строят полигон именно по захоронению. Не планируется какая-то переработка. И это вполне понятно, поскольку, похоже, туда будет поступать все-таки мусор, не прошедший механическую сортировку. А это означает, что его довольно сложно перерабатывать, поскольку он смешанный, рассказал Цыпленков. А.Т. Я могу, как и министр природных ресурсов Кобылкин, сказать, что к нам документы на проект так и не поступали. И это, на самом деле, плохо. И это, на самом деле, плохо. Проект будет, проектной документации окончательной нет, она не прошла экспертизу. Усталые, замерзшие, перманентно простуженные, люди больше всего ждут тепла, короткого северного лета. Днем и в будни в основном дежурят женщины и пенсионеры, пока мужчины и молодежь работают и учатся. Возмущены, что за них уже все решено. Чем занимаются жители Урдомы? Кому повезло, тот стал одним из 600 сотрудников компрессорной газпромовской станции, единственного градообразующего предприятия. Многие перебивают современными заработками. Местная природа, единственная, чем урдомчане действительно гордятся. Наши еси до сих пор из любого ручья, любой речушки пить спокойно можно. Я сам воду речную не кипячу, говорит местный житель Владимир Васильевич. Вышел из дома, пять метров, и грибы с ягодами начинаются. Если помойку сделают, такого уже никогда не будет. У нас все испокон веков живут рыбой, лесом, говорит житель Урдомы Сергей Степанович. То есть рекам и лесу нанесут сильный ущерб? Спрашиваю я и жалею, мужчина тут же срывается. Да при чем тут лес? Тут грядет катастрофа, натуральная экологическая катастрофа, буквально кричит он. Может быть, рыба, которая водится выше по точению, и не пострадает. Но страшно представить, что будет с морской, которая приходит в верховья наших рек нереститься с Белого моря, Сиг, Сенга, Нельма. Урдомчане теперь больше думают об экологии, повсеместно вводят раздельный сбор мусора и даже самостоятельно изготавливают контейнеры, договариваясь с местным оператором об их вывозе. Сергей Цыпленков считает, что вообще и в Москве, и в Урдоме, и везде по России надо, наконец, начать выполнять прописанную в федеральном законодательстве госполитику по обращению с отходами, делать все для того, чтобы отходов становилось как можно меньше. Согласиться на такую потенциальную угрозу под боком, но при этом получить, например, дополнительные рабочие места или нет, пускай это люди и решают. Они, условно, власти Москвы или Архангельской области. Город Вельск, южная столица Архангельской области, население, 23 тысячи человек. Градообразующее предприятие, их 14. Исправительная колония, то есть тюрьма, знаменитая тем, что там сидел Платон Лебедев. В районе нет действующих мусорных полигонов. Все заполнены до отказа и официально закрыты. В результате горожане повсеместно сталкиваются с одной и той же проблемой, куда девать мусор. Жители многоквартирных домов забивают немногочисленные контейнеры. Обитатели частного сектора вывозят свои отходы сами. В основном, на незаконные стихийные или уже закрытые свалки. А многие просто сваливают в лесу. Как не прискорбно это признавать, но да, таких помоек, как это, у нас немало. Депутат Заксобрания Вельского района Алексей Зеновский обводит рукой широкую, метров на 300 в поперечнике, лесную поляну, целиком покрытую толстым слоем мусора. Кое-где уже навалены холмы в несколько метров высотой. Местами отходы тлеют, и запах трудно передать словами. Чтобы легально избавиться от мусора, в Вельске, как и в любом другом городе России и остального цивилизованного мира, нужно заплатить. Купить или самостоятельно сделать контейнер, который семья из трех-четырех человек заполняет за пару месяцев, 2-3 тысячи рублей. Далее, заключить договор с местным оператором, чтобы он по звонку вывозил содержимое контейнера, 200-300 рублей за один раз. Скоро цены вырастут, так как операторы переходят с ПА-контейнерной на подушевую оплату, она рассчитывается исходя из числа зарегистрированных жильцов. Платить за вывоз мусора могут не все местные жители. Для кого-то это дорого. Кто-то не хочет платить принципиально. А значит, помоек в окрестных лесах станет еще больше. И никакой протест в этом случае не поможет. Потому что устраивать митинг придется против самих себя. А что власти? Спецкор РТ задала администрации Архангельской области вопросы, почему для мусорных полигонов были выбраны именно эти места, кто разрабатывал проекты, в чем их суть. Департамент пресс-службы информации прислал ответ за подписью замруководителя департамента Андрея Мурашова. Участок возле река Сихи соответствует всем требованиям законодательства, предъявляемым к размещению полигонов, говорится в документе. Более того, такое близкое размещение свалки способствовало утверждению доступного тарифа для населения. Но впоследствии региональный оператор провел по собственной инициативе изыскательские работы и выяснил, что потребуются специальные проектные решения, а это повлияет на тарифы для жителей, что является недопустимым. А вот проект Экотехнопаркаши с областным властям представляется, наоборот, целесообразным, так как имеет выраженный социально-экономический эффект в виде 500 новых рабочих мест, 900 миллионов рублей дополнительных налогов во все уровни бюджета. При этом проект полностью частный, без бюджетных гарантий и обязательств. Вопреки опасениям населения, в правительстве области ждут улучшения экологической ситуации в Ленском и близлежащих районах, так как все действующие несанкционированные свалки, несоответствующие экологическим нормам, будут ликвидированы. В своем ответе чиновники напоминают, что инициатор скандальной стройки в Шиесе – правительство города Москвы, а не региональная администрация. Впервые проект представили 18 октября 2018 года. В рамках проекта по накоплению твердых коммунальных отходов, то есть все-таки речь идет не о переработке, а о консервации, захоронении мусора. А.Т. Чиновники обещают реализовать программу сотрудничества столицы и Архангельской области. В частности, построить медицинское учреждение в Урдоме, обновить коммунальную и транспортную инфраструктуры, развить социальную и спортивную инфраструктуры, благоустроить общественные пространства, отреставрировать социально значимые объекты, обеспечить доступную переправу через реку для жителей Юрдомы, а также использовать технологию брикетирования мусора по всей области, а не только в экотехнопарке в Шиесе. На краю света. Вода чудовищно холодная, 3-4 градуса. Я стою по щиколотку в Белом море и смотрю на низкое полярное солнце. Здесь находится одна из важных точек Северного ядерного щита, испытательный полигон для баллистических ракет. Чтобы попасть сюда, нужен спецпропуск. Приехать можно только на специальном железнодорожном составе, на дежурке, которая ходит из Северодвинска дважды в сутки. Все продукты, медикаменты и другие необходимые товары доставляются сюда на ней же, потому и продаются в единственном на село магазинчике, местном центре жизни, по баснословным ценам, в полтора раза выше, чем на материке. Изолированная от всего мира Неоноксе, как ни парадоксально, один из центров регионального туризма. С каждым годом поселок становится все более популярным. Именно здесь было прорублено по-настоящему первое окно в Европу, задал годы Петра. Первый корабль из Англии прибыл сюда при Иване Грозном. Еще раньше село разоряли викинги. И ответные набеги были не менее жестокие и беспощадны. Люди здесь всегда жили, ожидая угрозы, сражаясь с бесконечной зимой и ледяным ветром, принимая короткое лето как невероятно щедрый подарок. А сейчас просят разговора и уважения. Словам Путина активисты верят и воспринимают его заявления как знак того, что их наконец услышали. Но все еще переживают, что региональные чиновники опять примут решение, не спросив местных жителей. Очевидно, что для разрешения конфликта нужны переговоры. К сожалению, даже после заявления президента пока шагов к публичному диалогу между местными властями и жителями не видно.